ДИКТАТОР ДИКТАТОР МАБУТ, УСМЕНИВШЕЙ ЕВРОПЕЙСКОЕ ИМЯ ЖОЗЕФТ НА ОЗВУЧНОЕ СЕСЕСЕКО КУКУ НГБЕНДУ ВАЗАБАНГА. Последние пару лет своей жизни он лечился от ракопростаты в лучших европейских клиниках. Денег он украл за 32 года правления в стране, которая сейчас называется Демократической Республикой Конго, столько, что хватило бы на несколько жизней, но сам дожил только до 67. Ему отказали в политическом убежище многие страны, куда он так любил ездить на лечение и шоппинг. Диктатор умер в Марокко, куда сбежал после свержения. Ведь на родине он просто довел народ до нищеты, сделал одну из самых потенциально богатых стран Африки, одним из самых бедных государств Черного континента и вообще всего мира. Привел Конго к состоянию крайней зависимости от западных стран и кредитов. В прошлом Заир, а теперь Демократическая Республика Конго. Она занимает огромную территорию в глубине экваториальной Африки. В этой стране огромные запасы кобальта, меди, золота, алмазов, серебра, оцинка и других природных богатств. По объемам залежей Конго превосходит любое другое государство не только Черного континента. При этом бывшая бельгийская колония регулярно занимает первое место в списках беднейших стран в мире. Во многом жители в своих бедах пеняют на вот этого стильного диктатора. Одного из страшнейших правителей в мире. Сесе правил Конго практически всю вторую половину 20 века. Хотя он, в отличие от многих других африканских диктаторов, не скармливал массово людей крокодилом и даже не ел человечину. Но хватало других грехов. У него была очень большая харизма. Он привлекал всех. Белых, черных, желтых. Он привлек своим отношениям. Я чувствовал, что Мабуту был человеком, в котором сосредоточены какие-то космические силы. Он пришел к власти в 1960-х в результате государственного переворота. Тогда он еще называл себя Жозефом Дизире Мабуту. Потом же велел величать себя Мабуту Сесесе Ко Куку Нбэнгу Вазабанга. Это означает «великий воин». Мабуту, идущий от победы к победе и оставляющий после себя огонь. Народ ему поверил в начале его правления. Его цель была эту веру подкрепить и удержать. Я говорю только о народе. Я не говорю о себе. Глава государства не будет выше политики. Я буду арбитром, наблюдателем, помощником. Великий воин Мабуту правил, воруя все, что попадалось. Масштабы грабежа страны далеко превзошли даже колониальные времена. В западной прессе это называли клептократией. По скромным подсчетам, диктатор украл не менее 5 миллиардов долларов. При этом Конго все годы его правления было в списке беднейших государств мира. И остается до сих пор. Страна трущеб и нищеты. Горы сырья, но все идет мимо людей. Он сделал то, что ему было нужно. Повышение продаж за границу. Был сигнал, что он хотел показать, что политика это он. Он босс. Кто не согласится, того можно повесить. Деньги свои Секо хранил в Европе. В Лихтенштейне тогда законы позволяли почти полную скрытность размещения средств. Кроме того, Мабуту был большим ценителем элитной недвижимости. У него было 11 дворцов резиденций внутри Заира. И еще порядка 30 домов и вилл по всему миру. Вот, к примеру, вилла в Савиньи, швейцарская Ривьера. Вот замок под Брюсселем. А это личный отель на 7 этажей в Париже. Сюда он прилетал пару раз в месяц на шопинг с семьей. Причем летал на личном сверхзвуковом Конкорде. Самым шикарным имением считают виллу Дальмаре на Лазурном берегу. В городке рядом с Монако. Дом площадью 1600 квадратных метров. И маленький гостевой домик всего на 800 квадратных метров. А еще три бассейна, сад на 3 гектара. Сейчас она принадлежит российскому бизнесмену. Его имя не называется. Вилла зарегистрирована на анонимные офшоры. Но СМИ пишут, что здесь много лет отдыхает любовница Путина Кабаева. Мабуту не был лишь коррупционером. Тогда бы он не выделялся среди когорты африканских руководителей. Секо был еще ярким демагогом по теме африканского национализма. 80% населения Заира – племена народности Банту. Из них больше половины людей не умели ни читать, ни писать. Для них была разработана специальная идеология – мабутизм. Она помогала заниматься диктатору очковтирательством. Мы имеем новый опыт плюрализма в нашей стране. В основе стоит свобода и благополучие для всех граждан. Мабуту сутками не вылезал из телевизора. То и дело рассуждал о величии Заира под его управлением. Я клянусь соблюдать конституцию и законы республики Заир. А еще Мабуту часто говорил об африканской власти, которая раньше принадлежала белым, а теперь народу. Мы были колонией западных стран, но мы не стали западными людьми. Мы банту, и мы остаемся банту. У нас свои обычаи. Например, уважение к вождю у нас – это святое. Нельзя шутить с вождем. Если вождь решил, так тому и быть. Мабуту, по сути, поставил национализм на службу власти. И довольно долго это работало. Классическая схема. Страну держат в руках диктаторы и его приспешники. Народ ничего не решает, но ему предлагают гордиться величием нации. Мабуту поддерживал непоколебимость своей власти с помощью тайной полиции – НДЦ – Национального центра документации. Внутри страны в Заире есть одна вещь, которая мощно работает – это служба безопасности. Правда, это машина, которая работала идеально. Поэтому он держал всех людей в руках. Сотрудников НДЦ Секло набирал из своего родного племени Нгбанги. Племя жило в глубинке, в провинции, но Мабуту перевез их в столицу. И поставил везде, где мог. Друзья и родственники при власти стали превозносить Мабуту. Бог послал нам великого пророка, нашего драгоценного вождя Мабуту. Он – наш мессия. Мабуту регулировал потоки, чтобы большая часть шла в ближний круг семье. Но диктатор заботился, чтобы другим перепадали крохи с барского стола. Правда, этими крохами можно было вдоволь насытиться. Вот и звучали в честь лидера песни. При этом Мабуту испытывал страх за свое будущее. В декабре 1989 года в Румынии народ сверг Чаушеску. Его расстреляли вместе с женой. Мабуту чуть не убил редактора канала, который дал эти кадры в эфир заирского телевидения. Видимо, примерил роль Чаушеску на себя. Но никакой страх уже не мог остановить Сяко в его преступной деятельности на посту президента. Жадность побеждала. К концу 70-х от большого количества денег диктатор, похоже, стал сходить с ума. Мабуту был из очень бедной семьи. Родители работали в обслуге у бельгийцев. Отец поваром, мать горничной. И когда Сяко дорвался до больших денег, вошел в кураж. Дворцов роскоши ему было мало. Кбадалите. Это его родная деревня в глухих лесах у северной границы страны. Там он построил гигантский, отделанный мрамором дворец Версаль в джунглях. Рядом международный аэропорт для конкордов. Новые пятизвездочные отели для гостей. Собственная электростанция. Родная деревня диктатора превратилась в фешенебельный город. Версаль для Мабуту на нынешние деньги стоил миллиард долларов. И жил он здесь как король. Ежедневные приемы и пиры. Одного шампанского из Франции сюда завозилось 10 тысяч бутылок в год. Когда ему нужны были деньги, он просил премьера дать миллион. Премьер просил банк дать два миллиона. Центральный банк давал три, делил и все были довольны. Мабуту периодически устраивал выборы, чтобы формально продлить полномочия. Выборы проводились раз в семь лет, кандидат был один, а бюллетеней два. Зеленый и красный. Зеленый был за мир и единство, красный за перемены и беспорядок. Бюллетень нужно было выбрать и опустить в урну на виду всех. Лишь горстка людей смогла решиться опустить красную бумажку. Мы не навязываем ничего уникального. Наш режим предполагает оппозицию. Мы готовы собираться вместе, говорить, строить нашу страну. В этих словах диктатора не было правды. Точнее, оппозиции в стране практически не было. С несогласными не церемонились. Вождь противников Мабуту, Пьер Мюлеле, как-то попал в тюрьму к мабутовским костоломам. Ему выдавили глаза, отрезали гениталии, потом руки и ноги. Пропаганда мабутизма прекрасно дополнялась акциями примитивной саморекламы. Мабут устраивал спортивное шоу. Например, как-то привез знаменитого Мохаммеда Али, чтобы в Заире произошел поединок, который войдет в историю под названием «Грохот в джунглях». Об этом поединке часто говорили, как об одном из величайших боксерских дуэлей 20 века. Он проходил в тропических условиях, в период дождей и повышенной влажности. У народа было зрелище и немного хлеба. А еще Мабуту играл на верование африканцев в магию. Он и сам верил. Выписал из Гвинеи и Сенегала две бригады мощных колдунов, известных по всей Африке. Они давали ему советы по внутренней и внешней политике, помогали создавать его культ среди суеверных африканцев. А Мабуту за это щедро платил магам из бюджета. Еще одним способом завоевать сердце народа были локальные войны. В 1983-м Мабуту, к примеру, ввязался в Чацко-Ливийскую войну. Но вечно дурачить, пусть даже забитых людей из племен, не получилось. С конца 1980-х годов дела у диктатора-колдуна Мабуту стали идти все хуже. Разграбив страну, он спровоцировал серьезный экономический кризис. Шутка ли? Только официально до 20% бюджета страны тратилось на содержание самого диктатора и его двора. Это было хуже столба, съеденного термитами. Если там полно термитов, то в конце концов столб падает от мгновения ветра. Муха приземлится на него и сможет растоптать. Вот что случилось со страной после Мабуту. В итоге это вышло ему боком. В 1996 году на дальней восточной границе Саира вспыхнуло антимабутовское восстание. Во главе стоял Кабила, давний вождь оппозиции. Он не признавал Мабуту и боролся с ним. Как только повстанцы отвоевали небольшой кусок территории, им немедленно оказали военную помощь ряд соседних стран, с которыми Мабуту был в ссоре. Армия Мабуту не хотела умирать за диктатора. Население встречало повстанцев как освободителей. После шестимесячной гражданской войны войска Мабут убежали, а повстанцы триумфально вошли в столицу. Сторонников Сяко стали линчевать прямо на улицах. Портреты диктатора летели в огонь. Мабуту еле успел вскочить в самолет. Ему стреляли вслед. Сначала Сяко сбежал в Тога, но надолго там не задержался. Политическое убежище ему дали только в Марокко, где он умер через несколько месяцев. Те, кто успел спастись из его окружения, все рванули за границу. А страна осталась у разбитого корыта, и склеить его никто не может и по сей день. Я говорю только о народе. Я не говорю о себе. Глава государства Не будет выше политики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...